Итак, всем привет! Сегодня рядом со мной команда, буквально лидер, легенда нашего контеста, нашего всероссийской команды олимпиадных школьников, которая называется Not Not Today. И они успели решить все задачи этого контеста до начала заморозки. Расскажите, как вам это удалось? Ну, нам показалось, что тур был довольно простой. То есть, наверное, мы написали очень хороший тур в плане сравнительно с нашим уровнем, но при этом все-таки тур был очень простой. Это можно видеть просто по табличке. То есть, в прошлом году золотая медаль была с 9 задач, а в этом до заморозки 9 задач дали больше 20 команд. То есть, тур был значительно проще среднего, но и при этом мы... Вот единственная сложность задачи, которая была в туре, это задача K, задача C, задача J. Мы как-то их просто распределили ровно. То есть, я решил одну, Гилеб другую, Гимран третью, ну и это... Вот это, наверное, поспособствовало того, что мы просто быстро сдавали. Кстати, а как у вас роли в команде распределены? Обычно бывают математики, еще кто-то. Как это у вас происходит? У нас в команде обычно код пишет 2 человека. Ну, то есть, все, что требует большого количества написания тяжелого кода, это пишет 2 человека, я и Гимран. Глеб решает обычно простые задачи сам, а если что-то такой сложный конструктив, или там что-то много кода, то есть, разбирать много случаев, он обычно решает на листочке и просто потом нам пересказывает, ну, я пишу. Скажите, как получилась ваша команда? Вот вы из Казани, из Москвы, казалось бы, два разных города, но почему-то вы собрались вместе. Ну, кто-то скажет. Ну, так получилось. Так получилось. То есть, Глеб, насколько я понимаю, ты из Москвы? Да. Ну, что произошло? Мы с Гимраном еще на летних сборах решили, что мы пишем в боем тур, ну, в Кошп. И нам нужен был третий человек. Ну, мы хотели учиться с одного математика из Казани, но я не понял, то ли он отказался, то ли мы отказались, там, непонятно. Не сошлось. Да не сошлось просто, да. Ну и Глеб написал где-то в середине октября. Когда там все? Да, где-то. В середине октября, начале сентября, ну, в конце сентября, типа, хотите, можно я с вами отпишу? Ну, не против, Глеб пишет всякие, там, летние сборы, зимние сборы, он хорошо написал, допустим. То есть, он сильный участник, вы решили, что, ну, можно, если у нас нет третьего. Окей. Вот так столкнулись. Вот у вас команда из двух разных городов. Как вы готовились? Это же сложно состыковаться. Мы не особо готовились, если честно. Ну, вот, мы писали Казанский отбор, я приехал, писать Казанский отбор в Казань. Ну, Гимран, Гимран не приехал. Мы изначально решили, что мы неплохие индивидуальные участники, Гимран, там, вообще, Золото и Межнара. То есть, мы индивидуально неплохо пишем код, каждый из нас, и, там, решаем задачи. Ну, мы написали две команды. Две? Ну, полторы, и ладно, а тут вдвоем писали. А, мы еще не писали. Потом мы на зимних сборах написали студенческий четвертьфинал, заняли девятое место. И вот написали Казанский отбор. То есть, у нас было три типа тренировки, одна, один официальный тур, и вот сейчас в Кошпу. Это хороший результат, и здорово, что мы сошлись, получается. Потому что сзади три тренировки, четыре, это не у всех получается, мне кажется. Ну, мы помимо этого все равно общаемся. То есть, на сборах часто общаемся друг с другом, там, с Глебом, с Гимраном. То есть, мы есть и на дни же сборы, живем вместе часто, там, или хотя бы сейчас друг друга увидим, и у нас есть какой-то конект в плане общения. Ну, я не считаю, что очень важно на студенческих командах, командных ребятах, очень важно именно очень сильно списаться, чтобы друг друга хорошо понимали. А вот на школьных это сильно меньше играет роль, и там можно как-то полегче с этим все. Скажите, как вы писали тур? Сколько условий вы использовали? Сколько вы печатали? Печатали? Мы несколько годов печатали, я помню. Ренат печатал задачу L. Даже два раза, кажется. Потому что так, первый раз, ну, мы решили, что сдачу, а я надо переделимся, что-то порошее. А второй раз, просто сдачение не работало. Мы особо немного печатали, то есть, там, какие-то баги были, чтобы не комит задерживать, ты печатаешь, исправишь на листочке. Но при этом мы использовали только, допустим, из условий, вот, не знаю, зачем бумагу тратить на три пачки условий, потому что полезна только одна. То есть, вы на одних листочках решаете, чтобы одеть те же листочки, там, с идеями передавать, ну, чтобы не было такого, что, там, типа, одна задача, типа, три раза представлена, и ты, вот, роешься в этом огромном количестве листов, не понимаешь, что происходит, вот. В общем, в итоге вы использовали одно условие? Да, одно условие, типа, три раза печатали, наверное, зато. А, там, три условия было? Да, там, три пачки. Нет, так я сразу на территорию, я сказал, я все убрал, просто подальше, чтобы не мешало, и оставил один комплект. Вообще, удивительная статистика, которая передает нам технический комитет, что в этом году достаточно много печатают люди, в сравнении с предыдущими на школьном. Ну, есть, да, просто тур довольно простой, скорее всего, и люди, поэтому, много кода пишут. Ну, и как раз, чтобы не задерживать, как раз печатают, потому что есть задачи, которые надо по дебажу, там, задача J, задача L. Я согласен, да, Глеб прав, то есть, обычно, если тур сложнее, ну, типа, у тебя, там, допустим, ты не можешь дать ни одной задачи, ты сидишь за компом, ну, типа, дебажишь за компом. А если ты можешь дать, типа, пять задач параллельно, или, там, ну, я почти уверен, у нас был момент тур, где мы такие, умеем выражать четыре задачи, и нужно просто быстро выражать четыре задачи, ну, типа, тут дебаг за компом просто, ну, смертельно, как бы, в очем времени начало. А вообще, много вы дебагали сегодня? Ну, не очень много, у нас мало вообще, ну, у нас суммарно шесть, кажется, ну, попыток. Штрафных. Штрафных. У нас по B. Шесть задач, которые не зашли? Нет, попыток просто штрафных. Прямо шесть, окей. То есть, у нас десять задач с плюса без штрафных попыток, по B с плюс один. Вот у Гимрана спрашивают, что там плюс один, я не помню. Ну, я могу сказать про остальные задачи, я писал. Ну, в L мы не понимали на конца решение. То есть, мы с Левым придумали решение, посчитали, что оно такое. Оно реально было таким, ну, там было очень много моментов в коде, которые не надо делать. Мне там пришлось потратить какое-то время. Ну, и в G мы писали в конца тура, и была очень сильная мотивация сдать скорее быстро, чем качественно. Ну, и поэтому просто там один сабит вообще просто мы не проверили на сэмплах. Ну, есть, а два, ну, там, таких тупые баги просто, были написаны, ничего такого. Какие у вас вообще планы на следующий год? Вы все сейчас в десятом классе. Нет, я в одиннадцатом. Гимран в десятом, мы с Агенатом в одиннадцатом. Понятно. А до этого вы много участвовали вообще, скольки лет? В чем? В олимпиадах? В олимпиадах, да. Просто в олимпиадах по любым предметам. Ну, скорее по информатике, но в целом интересно. Ну, по информатике первой олимпиады, которую я написал, кажется, что в шестом классе ему не цифру. В каком? В седьмом? Восьмом? Ну, я в шестом классе писал в седьмом и восьмой. А, окей. А так именно активно, в программировании олимпиады, наверное, ну, где-то в конце семього класса начался заниматься. Я тогда на регион просто по программированию сходил. Но я не умел вообще ничего прав раньше не решать. тупо математику. У меня там UBA-шки я условно сдал, еще какие-то баллы на скровь минимальные. Мне там хватило на придера, в итоге я начал после этого заниматься активно. Меня там в Сирис позвали. А ты, Ренат, когда начал? Начал заниматься информатикой. В 7 классе, наверное, начали с 7 класса. Ну, в 6 классе мне рассказали, что можно заниматься, потому что у нас в лицее кружок есть. У нас в лицее очень какая-то история большая. Три золота межнара, просто какой-то лицей. И вот в 6 классе мне сказали, что есть кружок, можно ходить. Я сходил раза два, такой, ладно, понял. В 7 классе я уже начал ходить активно и начал заниматься это. Вот еще, ребята, я писал в Кошку. Получается, в позапрошлом году мы с командой заняли третье место на онлайн Кашпе. В прошлом году мы заняли второе место на нормальном Кашпе, в этом первое. Прямой прогресс есть, хоть в чем-то. Это здорово, что получается улучшать и улучшать каждым годом результат. Да, неплохо, на самом деле. Хорошо, что это 11 класс, и выше первого места улучшать некуда. Так, ну, я решил в следующем году, ну, с проживством командника писать тур, нужно, в общем, водорежку обогнать команду первого места отсюда и быть нулевым местом. Нет, можно участвовать в студенческих олимпиадах. Ну, это тоже можно, да, но это немножко другое. А будешь? Ну, если люди, которыми я писал в прошлом году, согласятся со мной писать как бы и в этом, но они, первый курс, ну, будет второй уже, наверное, буду, а так нет особо уже, да. Так, они не должны согласиться. Ну, может, Валерик за ртачится, не захочется написать. Кто-то знает. В общем, есть много «но». Да, ну, одно «но» есть, для одного человека. Понятно. Как он решит. Окей. А куда поступаете? Хотите? Или еще непонятно? Ну, я, скорее всего, в высшую школу пойду, но по та, что это не 100%. Я буду поступать, куда возьмут. Куда возьмут? Да. Ну, с победителем. Хорошо. Ну, куда-нибудь, может, возьмут. Куда-нибудь возьмут. Здорово. Что ж, давайте, наверное, вас еще раз поздравляю. Ну, молодцы. Спасибо. До встречи, я надеюсь, на студенческих олимпиадах. Хорошо.